В жизни многих школа оставляет след на всю жизнь. Педагоги, особенная детская дружба. Эти уроки не менее важны, чем физика и математика. Давайте поговорим об этом с нашими гостями. Для нее любовь к слову началась в школе на уроках чтения, говорит лауреат Нобелевской премии Ширины Бади. О том, что значила школа для этого лауреата Нобелевской премии и для других известных людей, мы узнаем из этого репортажа. Сегодняшние взрослые когда-то были детьми, а значит, ходили в школу, с которой для многих и началась любовь к будущей профессии. Подробнее об этом расскажут наши гости. Мои родители много мной занимались, и я получил лучшие от двух культур. Отец американец, мама из Голландии. Не правда ли взрывоопасный коктейль? Каждый ребенок проходит свой путь, задает свои вопросы. Нельзя ко всем подходить одинаково, а мечты ребенка нужно преобразовывать в работу. Мечтаешь? Трудись и добивайся. Само по себе ничего с неба не упадет. Я вырос в Уэльсе, много времени проводил с дедом. Он 40 лет проработал в библиотеке, представляете? И дома у него хранились тысячи томов. И вот он привил мне любовь к чтению. Я влюбился в Шекспира, при том, что в 12 лет мне было непросто понимать язык, которым писал Шекспир 400 лет назад. Но я чувствовал, что это дивный, не имеющий аналогов языки читал. И вот эта любовь к литературе, к языку, мне очень помогли в профессии, поскольку слово – основа общения. И сегодня я по-прежнему читаю Шекспира и порой цитирую его, чтобы вдохновить моих коллег. От отца я узнала, что такое уважение и равные правам. То есть учеба для меня началась в семье. Отец относился к нам, девочкам, так же, как к нашему брату. Именно в семье я узнала и очень рано, что все люди равны. И любое отклонение от этого принципа – грубое нарушение. Нельзя ставить кого-то ниже из-за религиозных убеждений или цвета кожи. Я выросла в мусульманской семье, а училась в школе, стоявшей на принципах зороастризма. Очень многие люди на вопрос, кто оказал на вас самое большое влияние, помимо родителей, конечно, скорее всего, назовут учителя. Учитель – совершенно уникальная профессия, фундаментальная для гармоничного развития общества. Педагогу по силам изменить жизнь ребенка, его взгляд на вещи, его отношение к людям. Вы представляете, как это масштабно? И, конечно, педагоги – это настоящие золотоискатели. Именно они первыми видят в ребенке таланты и способности. Мы сейчас говорим не о важности образования, подчеркну, а о важности роли учителя в жизни. Когда я был ребенком, меня заинтересовала микрогравитация и то, как ее переживают отправляющиеся в космос астронавты. Как это невесомость? Как это притяжение? В 14 лет я влюбился в гравитацию окончательно и стал изучать ее серьезно. Тогда я понял, что до этого мне этот вопрос объясняли плохо, и это дало толчок для моих собственных изысканий. Любовь к науке пришла ко мне внезапно на одном из интересных уроков как раз о гравитации. Он был очень интересным, очень. И в тот день я решил, бросая гуманитарные предметы и концентрируясь на точных дисциплинах. Очень хорошо помню свое первое выступление перед классом. Я тогда ходил в начальную школу, и вот меня попросили прочитать текст другим детям. Это был совершенно потрясающий опыт. Я до сих пор помню свои ощущения. Ведь в тот день я понял, что могу делиться с другими людьми знаниями. Вот что дал мне этот урок. Однажды в школе, а мне тогда было лет 14, мой учитель английского сказал мне, «Самое главное — хорошенько выписывать палочку от буквы «Т» и не забывать ставить точку над буквой «И». Причем говорил он мне совершенно серьезно. Сегодня в английском языке эту фразу используют как метафору — выписывать палочки, хорошо делать свою работу. Но мой преподаватель навел меня на важную мысль. Когда ты точен в форме, ты точен и в содержании, и в своих мыслях. Вот для чего ему были нужны наши палочки и точки. Но в целом я убежден, мы учимся всю жизнь, вне зависимости от возраста, социального положения, профессии. Я был хорошим, усердным студентом, но не потому, что был каким-то очень уж умным, а потому что понимал, как вписаться в систему. Я очень рано понял правила игры. Я понимал, что нужно читать, на кого ссылаться, что учить на память. Я умел предвидеть, что они спросят на экзамене. Держал информацию в голове, а потом немедленно все забывал. А на самом деле меня интересовали другие вещи. Про них-то я и читал в свободное время. Моя учеба протекала гладко. Меня любили педагоги. Всегда. Я совсем не сразу полюбила физику. В лицее я много занималась гуманитарными науками. Изучала латынь, древнегреческий, историю искусства, литературу. То есть шла совсем не по пути физики. Немного математики и точных наук у нас тоже было, но акцент все же ставился на гуманитарные дисциплины. Но однажды я очень хорошо помню, преподаватель физики объяснял нам тему фотоэлектрический эффект. И его объяснение было таким логичным, изящным и очевидным, что я впервые поняла красоту фундаментальной физики. И я поняла, что эта наука позволяет отвечать на главные вопросы мироустройства. И вот так я сменила направление и влюбилась в физику. Знаете, когда я многому научился? Когда сам учил детей. Потому что дети лишены каких-либо предрассудков, у них нет шаблона в голове. Для них так здорово придумывать что-то. А уж они додумывают за вами. Так что да, вы его учите, но при этом учитесь многому сами. А что помните о школе вы? Поделитесь с нами вашими мыслями и воспоминаниями на страницах нашей передачи в социальных сетях. На сегодня это все. До встречи! Until next time, goodbye from all the team.